...добавить хороший парень, отдаваться в него можем и прочее. И этот персонал смущает, просто как некое наблюдение по поводу того, куда обычно попадаются. Большая часть проектов в новом сфере, в новом сфере, она недоцентрализованная. Там есть такой чек, он разградает отношения, поэтому обратите внимание. И в этом контексте у нас много бизнес-проектов, вот сейчас у нас есть социальный проект, в чем история социальная, обычно, очень интересная. Очень многие социальные проекты не могут запустить все, потому что люди не доверяют этим проектам, потому что они не готовы давать им деньги. Это очень логично, потому что какой-то человек по интернету что-то на тебя просит, и в случае с ICO жадность измечается, потому что он не обещается ничего заработать, и нужно как-то рефлексировать, что этот человек тебя не обманывает. И мне кажется, что это для каких-то проектов социального характера очень сильная история, потому что он позволяет строить действительно децентрализованные команды, и мы в том проекте, на котором мы сейчас тестируем эту модель, так это называется «Делька тысяча», мы собираем тысячу людей, которые будут децентрализованы на определенных решениях по поводу того, куда направлять деньги, на какие проекты направляют деньги, которые будут попадать в это государство. Там есть много очень известных людей, но меня интересует другой в этом проекте, я просто участник, я не учредитель, не руководитель этого проекта, я просто один участник, который вложил в корзейки, ну, просто там очень небольшая сумма, ну, достаточно рублей. Интересно попробовать, могут ли тысячи людей, которых бизнес не объединяет, очень разные, принимать решение на совместность. Мне кажется, что это такое существенное будущее блокчейна, мне, конечно, интересно, что не только в социальности где, но вообще везде, когда есть проекты, где решение принимает не один человек. Даже у топовых платформ, у эфириума, там, у EOS, сейчас какие-то другие, все равно, вы все равно страдаетесь в человека. Децентрализация там пока не работает. Я надеюсь, что, может быть, мы в социальной сфере сначала увидим небольшие проекты, где небольшие команды вокруг чего-то объединяются, получается принимать децентрализованные решения, а потом, возможно, это перейдет в бизнес. Потому что пока что, несмотря на то, что все верят в децентрализацию, мы уже говорят, к сожалению, пока все очень централизовывалось. Вот, ну, собственно, это письмо и децентрализация про социальный проект. Если какие-то будут вопросы в целом, то, наверное, в ВИП-зоне, может быть, не будет нравиться. Согласились. Давайте поаплодируем нашу Пилену сегодняшнюю.